Хорошие показатели в области здравоохранения и образования, и в то же время нехватка молодых кадров в этих отраслях. Лечь об этом шла на презентации стратегии социально-экономического развития Сампурского муниципального округа. Эти и другие проблемы предложили решать комплексно с привлечением в эти отрасли молодежи высокими зарплатами, выделением жилья и серьезными социальными гарантиями. Рост, благосостояние и повышение качества жизни населения – главная цель развития округа на 7 предстоящих лет. Естественно, медицина, социальная сфера и образование в стратегии развития на первом месте. Так, в здравоохранении остро необходим ремонт старых зданий медучреждений и строительство новых. За два ближайших года в округе возведут два центра общей врачебной практики и отремонтируют ЦРБ. Объем затрат – более 80 миллионов рублей. Нехватку кадров постепенно решают федеральные программы. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», успешно реализующиеся в Тамбовской области, помогают решать проблему с дефицитом медицинских кадров и в нашем округе. Так, в текущем году коллектив «Сампурской ЦРБ» пополнили двое медработников, ставших участниками данных программ. А всего сферу здравоохранения округа с начала реализации земских программ пополнили 17 врачей и фельдшеров. В образовании ситуация похожа. Так, молодых педагогов до 35 лет в этой сфере всего 12,5%, что почти вдвое ниже среднего показателя по региону. При этом «Сатинская школа» старается повышать свой уровень, сотрудничая с Тамбовским лицеем и ТГУ имени Державина. Кроме того, до 2026 года планируют провести капремонт трех филиалов «Сатинской школы». На это затратят более 117 миллионов рублей. Также на презентации стратегии развития муниципалитета отметили хорошее развитие спортивной сферы. Огромную работу по созданию условий в части развития от спортивной инфраструктуры. Мы видим, что здесь появляются новые спортивные объекты. И спортивная школа на базе «Сампурской школы». Это футбольное поле современное. У «Сампурского округа» хороший потенциал для развития туризма. Так, здесь находятся особо охраняемые природные памятники регионального значения. Степь в имени герцога Лейхтенбергского, Адамового кусты и Отрог. Еще один объект уже техногенного характера особо отметил глава региона. Вот напорная башня в «Сатинке». Я когда ее видел, я, честно сказать, влюбился. Я говорю, вот это есть точка притяжения, которая может быть частью туристических маршрутов или что-то. Потому что таких в таком состоянии, в однопорных башнях не так много в Российской Федерации. Нам надо подумать, может быть, в будущем заявиться на какой-то грант федеральный, может быть, региональный, в однопорной башне, например, сделать музей района. Развитие округа должно идти поступательно и комплексно, чтобы результат работы был стабильным. Все эти меры должны привести к ощутимым показателям. Повышению зарплат в полтора раза до 61,5 тысяч рублей, снижению уровня безработицы и увеличению численности населения почти до 12 тысяч человек к 2030 году. Дмитрий Шапкин, Александр Чекмарев, Александр Кобзарев. Область новостей.